Привет, друзья! Начать это видео я хочу с небольшого вступления, которое отфильтрует лишних, так сказать, зрителей перед экранами. Я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. У вас есть какая-либо специальная причина, почему вам обязательно нужно жить очень долго? Очень-очень долго. Подумайте о жизни на пенсии. Вы видите, как доживают свой век пенсионеры, которые не знают, что им делать в этой жизни. Ну вот они просто доживают и все. Вы видите, как они живут? А у вас есть какое-то особенное дело, особенное занятие, которое даст вам интерес и разнообразие в жизни. И вы захотите жить сто лет и больше. Есть у вас такая причина? Вот жить, когда ваши друзья уже давно умрут. Если ее нет, то, пожалуй, вам не стоит смотреть это видео, а также вообще видео о здоровом питании. Всякие разные. С тех пор, как у меня на канале вышло видео, которое называется «Где взять силу воли», я уже там рассказал и с тех пор повторяю, что любые изменения в жизни, они должны быть не ради изменений, а все это должно быть ради цели. Сначала у вас есть цель, и вы ее преследуете. Если ваша цель поддерживать жизнь, ну давайте так, разложим системно. Здесь, вот в этих видео моих о здоровом питании, рассказывается, как устроен мир. И по отношению к этой информации, ну в основном я вижу три отношения есть у зрителей. Первое отношение. Есть те редкие люди, которым это нужно. Они не любят, когда их обманывают, они протестуют против обмана. И они хотят знать правду. Они слушают, сравнивают, прикидывают, кто сомневается, бежит читать те книги, которые я упомянул. И вот ради них все это делается. Они меняют что-то, они начинают жить по-другому. Вторая категория людей, это люди, которые ищут просто праздных развлечений, вот заходят, ну как бы, ну здесь о здоровье, ну хорошо. Но в плане здоровья они больше стремятся не узнать правду, а сохранить свой образ жизни. Они хотят узнать, что то, что они кушают, это и есть правильно. И на крайний случай, ну там нужно какой-то модный сок крутой выпивать, и типа будешь здоров, вот им это хочется услышать. Они будут пить этот модный сок и хвастаться другим, что они его пьют. Если же они слышат что-то идущее в разрез с их представлениями, то они возмущаются. Ну как бы им не нравится, не хочется, пишут, что все это бред. И третья позиция, это люди, которые вообще ничего такого правильного знать не хотят. Ну то есть они как бы не готовы вообще знать правду. Они зашли поразвлекаться, а вот эта вот правда, она их как бы шокировала, травмировала. То есть люди совсем ничего не хотели знать про свойства еды, которую они едят. Но вот они зашли, я им раз и рассказал, и они, блин, как это забыть, как это развидеть. Мы же не знаем теперь, ну то есть как вообще, зачем ты нам внес смуту в души, да. И таким людям мне хочется сказать, ну у нас демократия, свобода слова. У меня мой аккаунт, мой канал, да. И я здесь не навязываю информацию людям, как мне навязчиво присылают в личку, вот там, привет, и я тебе советую, на, почитай, вот ты должен что-то изучить. Нет, я так не делаю, я никому лично не пристаю. Я себе выкладываю видео, мой канал в ютубе, ну как бы в целом на ютубе, он крошечный, незаметный, да. И только тот, кому надо, заходит посмотреть. Если вы заходите, вытирайте, пожалуйста, ноги, вы находитесь у меня в гостях. И, ну в общем, вы поняли. То есть я рассказываю здесь то, что я знаю, то, что мне хочется, то, чем я хочу поделиться с людьми. А вы уж будьте добры, да, войдя, вы согласились с правилами. А теперь давайте перейдем к употреблению мяса и животных белков вообще. Написано много книг по этому поводу. И очень просто это подытоживается фразой спортсмена, которого я уже многократно упомянул в своем этом видеокурсе. Не буду повторять, как его зовут. Но он сказал, кто разберется в процессах пищеварения и внутриклеточных процессов, тот никогда не будет пить алкоголь и никогда не притронется к мясу. В частности, есть книга американского писателя Колина Кэмпбелла, которая называется «Китайское исследование». Мне в данный момент, пока я снимаю плейлист о здоровом питании, только ленивый не пытается заслать эту книгу. Без спроса все ее шлют, шлют. Ну, я же сам не читал ничего, правильно? И вот там человек, ну, автор, который написал эту книгу, он сам вырос на животноводческой ферме. И он привык с детства гордиться производством мяса, молока, масла и так далее. Потом он стал врачом, потом стал исследовать процессы, происходящие в организме, и его точка зрения кардинально поменялась. Эта книга ценнейший труд, и вы, прочтя ее, узнаете о животном белке огромное количество всего. Я приведу вам некоторые данные, к сожалению, всего о мясе и о животных белках я не смогу вам рассказать и в трехчасовом видео. Но, в частности, например, ну, хочется упомянуть такие факторы. Молекулы животного белка, в отличие от микроэлементов, которые там буквально, ну, вот, отдельными атомами там у нас присутствуют, там, да, то есть вообще микроразмеры, ну, атомарные там, да, размеры. Витамины какие-то, это группы уже такие, ну, атомов, то есть молекулы, да, состоящие там, ну, из десятков атомов. В некоторых случаях это сотни атомов. Это витамины. Они, по сравнению там с порами мембран клеточных, ну, имеют там сравнительные нормальные размеры, там тоже могут проходить. То есть молекула животного белка, она, ну, скажем так, она растительного белка, молекула, она очень большая, да, но у животного белка она еще невероятно больше. То есть там все вот эти вот аминокислоты, там, да еще с оболочкой, да все это там спиралью, да все это еще закручено. Ну, то есть там спиралью вот такой, да еще спиралью вот такой. Молекула белка животного многомиллионная, то есть в ней миллионы атомов. Она настолько гигантская, что, ну, как бы перевариться, там, впитаться она никак не может кишечником. Более того, возможно, она бы легче распадалась на какие-то составляющие, но будучи термически обработанной, там все это свернулось. Все процессы там нарушены. И теперь даже какими-то природными там ферментами и катализаторами очень-очень трудно. То есть получается, ну, из многих миллионов атомов такой массив неживой субстанции, которая, ну, как бы подразумевается быть питательной, но почему-то она ни разу не питательная получается. В общем, уходит большое количество энергии, чтобы ее расщепить, и получается очень много неприродных побочных продуктов. И из всего, что там получается от белковой молекулы, получается огромное количество отравляющих веществ. Там всяческие кислоты, мочевина, вот там газы отравленные и так далее, и так далее. И вот те аминокислоты, там сто раз пресловутые, до которых нужно добраться, они настолько, как бы запакованы в ста мертвых оболочках, и настолько трудно до них добраться, что фактически вот до них долезть и вытащить, и использовать в своем организме практически не представляется возможным. Усвоить молекулу животного белка, да еще и термически обработанную, организм практически не в состоянии. Давайте так, я вот, ну, просто буду перечислять некоторые сведения, потому что все равно, чтобы разобраться полностью подробно, это вот желающим знания, да, придется все-таки читать книги. Так, ну, что еще привести? Например, кишечник человека таки не приспособлен, чтобы переваривать мясо. То есть вообще в природе, от природы, да, у хищников по-другому устроено, у них кислотность желудочного сока выше, да, у нас нет такой кислотности. У нас, ну, вообще тут, если сравнивать травоядных хищников, за меня это многократно сделано в других видео. По всем признакам у нас есть некоторые совпадения с хищниками, и некоторые совпадения с травоядными. Но целый ряд ученых, которые, ну, вот исследовали, постарались таким беспристрастным взглядом посмотреть на кишечник человека, они единодушно заключили, что человек не относится к травоядным видам и не относится к плотоядным видам, а скорее относится к плодоядным видам. То есть наш кишечник максимально адаптирован, приспособлен переваривать именно, ну, вот скажем так, пищу растительного происхождения, но не растения все, вот как жираф там веточки, обкусывает, жует там, да, и забрасывает в желудок. Нет. А пищу именно уже какую-то наиболее питательную, то есть какие-то наиболее питательные корешки, они легче усваиваются, да, а больше содержат всяких, ну, питательных веществ, веществ для строительства тканей, ну, и самой энергии, там и быстрой, и долгосрочной энергии. Все это, ну, то есть вот такое, орешки всякие, плоды, ну, фрукты, овощи, вот такое как раз нам и нужно от природы. И, ну, к мясу это не имеет никакого отношения. И вот приматы, которые подобны человеку, да, по своему телу, там, по устройству своего организма, они не кушают мясо. Кто-то еще говорит, что человек от природы мясоед, ну, здесь сейчас я на не физиологические факторы перехожу, да, а на такие вот убеждения всякие. Кто-то говорит, что человек от природы, там, должен есть мясо и вообще всегда ели мясо. Но, понимаете, ну, на самом деле, до термообработки, до появления термообработки, человек не мог кушать мясо. И, ну, то есть сырое мясо вы, если начнете есть, вам будет очень плохо, но вы не сможете его переваривать. И в видео про термообработку, про жареную и вареную еду, я рассказал, что именно термическая обработка позволила, как бы, использовать, кушать то, чего мы раньше кушать не могли. То есть мы не могли кушать злаки, да, но мы смогли их сварить и кушать. Мясо мы не могли кушать, теперь мы его смогли пожарить и кушать. И, то есть, это дало определенные преимущества, но убивает наш организм. Причем злаки убивают меньше, а мясо, как я уже сказал, усваивать эти молекулы животного белка мы, ну, почти никак не можем. То есть, да, организм в итоге это усваивает, но проведенные исследования показывают, что мясо и воду по-страшному тянет из организма. Там, по определенным данным, 42 грамма воды организм затрачивает в совокупности во всех процессах, чтобы усвоить 1 грамм животного белка. То есть это, ну, ужасный процесс. Ладно, сейчас еще вернемся к физиологии. Но, кроме того, вот я сказал, что человек мясо раньше кушать не мог, да, потом появилась термообработка, это вошло в привычку. И теперь, когда мы уже получили возможность добывать еду, какую мы захотим, то ли растительную, то ли животную, да, ну, сохранилась тысячелетняя там традиция, там, многовековая традиция, вот, кушать мясо, да, и нет осознания, что от этого пора отказываться. И вот я разговаривал недавно с одной знакомой, и она говорит, а как же спонтанное желание кушать мясо? И я ей привел аргумент, который мне очень понравился, скажем так, ведущий канала проект Коза на ютубе, Ликей, да, все его зовут Ликей, он сам себя зовет Ликей. Он привел очень классный аргумент, что, мол, ребенок, которому еще не настучали по голове, не заключили его в рамки, да, не заставили жить определенным образом, у него, как бы, не заангажированное такое мышление, он от природы, вот он, чего ему хочется, к тому он и тянется. Если он нашел ягодку, он радостный, начинает рвать эти ягодки, да, кушать. Яблочко, висит яблочко, он его хочет, он тянется, ручка, он срывает это яблочко и начинает его грызть. Но если ходит коровка, он не хочет накинуться на эту коровку, убить ее и кушать. Ну, убить это отдельный разговор, но воробушек, вот если вы видите котенка, котенок видит воробушка, у него сразу шерсть дыбом, и он начинает за ним охотиться. Это в генах заложено. Ему еще никто не показал даже, что на воробушке надо охотиться. Он сам спонтанно хочет его поймать и скушать. Ребенок не хочет накинуться на воробушке, свернуть ему шею, откусить ему голову там и кушать, да, извините за ужасы. Ребенок, если видит мясо уже разделанное сырое, нет, он не хочет его кушать. Ну, так вот, как бы, там, может, пальчиками потрогает, там, в рот и нет, не хочет. А яблочко хочет, ягодку хочет. И капусту, там, капустную кочерыжку у мамы просит, когда она, там, салат делает, да, и морковку просит, почищенную, там, пожалуйста, мама, дай морковку. То есть вот так, по ребенку все видно. И в этом плане дети, маленькие дети, даешь алкоголь, попробовать, ну, если там, не дай бог, кто-то, да, такой эксперимент будет делать, никому не нравится. Кофе, вот есть видеоролик, дети впервые в жизни пробуют кофе. Взяты дети, которые никогда не пробовали, не знали, что такое кофе. Они пробуют, они говорят, это горькое, нам не нравится, уберите это от нас. А ты будешь когда-нибудь такое пить? Нет, никогда, я не знаю, с чего бы я стал пить эту гадость. Вот, но вырастают, и общество, понимаете, раскручено по телевизору, ну, как ты без кофе? Кофе это круто. Вот, потребление, да, а что ты, воду что ли будешь пить? Воду это не круто. Ты придешь в кафешку, что ты, воду будешь заказывать? Будешь выглядеть лохом, да? Ты должен заказать кофе, это традиция, так принято. И все, человек понимает, что надо пить кофе. Ему говорят, да тот просто плохой был, ты хороший, попробуй. И все, все всю жизнь, ну, попробуй просто хороший, а потом человек всю жизнь пьет пластмассовый кофе из автомата, вот, который непонятно вообще из какой химии сделан. Ну, то есть кофе любой вреден, да, а тут вообще пластмасса и химия. И вот таким образом получается. Возвращаемся ближе к физиологии. В той же книге «Китайское исследование», которую я упомянул, автор, вот он провел действительно ряд очень таких серьезных исследований, много лет их проводил. И он сказал, в частности, говорит, для меня было шоком. Я открыл, что мясо является страшнейшим провокатором рака в организме. Просто страшнейшим. И он приводит историю, как он изучал в какой-то азиатской стране, там какой-то регион, где была очень большая проблема массового заболевания раком у детей. Он говорит, ну, это аномалия, ведь рак в основном взрослое заболевание. А тут дети в очень большом количестве заболевают. Что такое? Стали исследовать и обнаружили, что там какой-то вид плесени, который растет на арахисе, ну, в общем, паразитирует на арахисе и на еще чем-то, дает вот какой-то сильнейший токсин, сильнейший, который провоцирует рак в организме. И повсеместно дети заболевают. И он говорит, мы исследовали разное всякое, пробовали, да, мы же не можем приехать в эту местность и во всем регионе вывести эту плесень. Нет таких технических возможностей. А лечить людей надо. И говорит, мы пробовали по-разному подходить, и потом однажды я заметил, ну, экспериментировали с рационом тоже. И говорит, была взята контрольная группа, которая употребляла 20 и более процентов животного белка от всего рациона. Да, ну, то есть, от всего, что кушают, пятая часть и больше животных белков. И была взята контрольная группа, у которой в рационе животных белков менее 5 процентов. Менее 5. И говорит, вот первая группа, у которых, которые много животного белка потребляли, они заболевали, ну, вот, на пике, да, вот этой статистики. Сколько в среднем там должны заболевать, вот они заболевали. А те, у которых рацион обеднен был животными белками, да, то есть, очень мало употребляли животного белка, они прекрасно вообще оставались здоровыми и практически не было случаев заболевания. Он говорит, меня это просто поразило, просто потрясло. И я стал исследовать и оказалось, еще много-много раз, говорит, проверил и оказалось, что таки да. И он сделал фундаментальный вывод, что здоровое питание снижает влияние любых пестицидов, там, инсектицидов, там, всяких, всякого-всякого, всякой химии враждебной, вредной для вашего организма, вот, как бы, убирание животного белка из вашего рациона, оно просто сводит эти все вредные эффекты почти до нуля. И он говорит, таким образом, ну, я понял, что, вот, именно мясо, оно заставляет нас болеть всем этим. То есть, наш организм способен с этим справиться, как-то это все там, переработать, вывести из себя, там, и так далее. Но мясо вносит разлад. И давайте вот еще к такому историческому факту прибегнем. Если вы, допустим, ВКонтакте или на Ютубе поищите фильм «Человек, который хотел знать все», Леонардо да Винчи, «Человек, который хотел знать все». Леонардо да Винчи жил, я сейчас не скажу точные года, в 1400 каких-то тире 1500 каких-то годах. Ну, то есть, в районе где-то 1450 наверное он там родился, ну, как-то так вот, может, чуть позже, может, чуть раньше. Где-то уже после, по-моему, 1500 года, то есть, где-то уже там во второй половине своей жизни, там уже в нормальном таком возрасте, он проводил исследование, он же все хотел знать, да, он очень громадное количество исследований, экспериментов, опытов делал, механизмов собирал, и он хотел понять причину смертности людей, и он начал вскрывать трупы, искать причину смерти, это чуть не стоило ему жизни, потому что на него донос сделали в Инквизицию, что, дескать, он занимается некромантией, его в итоге, ну, как сказать, пожалели за то благо, которое он принес, да, там, все эти изобретения, достижения, но город ему пришлось покинуть навсегда, ну, то есть, он был вот так, на волоске от того, чтобы его сожгли на костре, но, откладывая эти обстоятельства в сторону, он вскрывал тела, и, исследовав определенное количество трупов, он пришел к выводу, что человек умирает, потому что слишком много ест, что имелось в виду, он обнаружил загаженность, забитость, зашлакованность сосудов, и увидел, что люди умирают там от всяких, от инсультов, от недостатка крови, там, кислорода, ну, какие-то вещества где-то были недоставлены, он увидел, что кровеносная система везде загажена, забита, загажена и забита, и он смог отследить, понять пищевую природу этих загрязнений, и поэтому он сказал, что вот, типа, мы слишком много едим, мол, если бы меньше ели, этих отложений бы не было, не было, то есть, это и холестерин, ну, в основном был холестерин, ну, и, возможно, там еще что-то, да, но ему тогда трудно было понять это все, но он понял, что вот пищевая природа вот этого всего, ну, и понимаете, холестерин содержится только в животной пище, хотя, не знаю, возможно, не нужно быть таким категоричным, может быть, в растительной пище, в каких-то микроколичествах холестерин везде содержится, но, как бы, для нас это совершенно не опасно, и, ну, вот, давайте дальше, ну, я не знаю, допустим, тот же академик Уголев, когда объясняет, как все происходит в своей книге теория адекватного питания и трофологии, он тоже, вот, чем, знаете, чем мне понравился академик Уголев, если вы вот этот труд научный захотите почитать, он, ну, вот Уголев не дает никаких заключений, выводов, то есть, он только демонстрирует, он с микроскопом лезет в самые-самые вот процессы, да, как это на микроуровне происходит, пищеварение, и объясняет все это, но у него нет никаких выводов и рекомендаций, что, мол, в итоге теперь живите вот так, делайте вот так, там, делайте вот так, он просто, вот я вам показал, говорит, что я исследовал, да, все, то есть, вот сугубо научная такая работа, что вот так вот устроено, и он там тоже показывает, что человеческий организм, ну, никак не приспособлен к перевариванию животного белка, и в этом плане, вот когда я говорил о вареной и жареной еде, да, я говорил, что когда еда обрабатывается температурой больше, чем 100 градусов, в частности, от 120 градусов и выше, то там образуются вещества, которые абсолютно непригодны для нашего организма, чтобы их усваивать, и они, ну, то есть, организм вообще не умеет с ними обращаться, их утилизировать, включать в какие-то циклы, но при этом эти вещества химически активны, и они наносят ущерб серьезный нашему организму, да, провоцируют появление все большего количества раковых клеток, но только что я говорил, что, то есть, даже химикаты какие-то ядовитые, да, из организма могут выводиться нормально, и рака у вас никогда не будет, если вы не потребляете мясо и других животных белков, если же вы и мясо, и жареное, да, употребляете, получается, у вас идет умножение эффекта, и в этом плане шашлык, например, получается, ну практически самая вредная такая обычная еда, которую вы можете есть, то есть, мясо, это та вещь, та субстанция, которая, ну, вносит разлад в ваш организм, и, ну, как бы, очень плохо переваривается, нарушает все процессы, там, ну, уже будем вспоминать, и воду там вытягивает из вас, и, ну, совершенно не как вы желудочными соками не можете переварить, не можете разложить на составляющие, да, это у вас не хватает ни кислотности, никаких других возможностей, не хватает, чтобы переваривать мясо, да, а тут оно еще и жареное, с вот такой вот корочкой классной, да, там черненькие вот эти пятнышки, это все вещества, которые наводят просто страшный хаос, просто ад делают в вашем организме, поэтому, ну, вот, хороший, хорошо прожаренный шашлык, да, это, ну, самая смертоубийственная обычная еда, которую вы можете кушать, понимаю, что все это неприятно, что, а как же, как же, как же без мяса, но, давайте еще кое-что вспомним в защиту Леонардо да Винчи, который, да, открыл пищевую природу человеческой смертности, и вот эту всю забитость сосудов, да, где не проходит кровь уже, есть мировая статистика смертности, и я думаю, ну, вас сейчас немножко огорчит, что первая, ну, первейший фактор смертности в мире, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть, именно от того, что все забито, все загажено, и кровь не может циркулировать, и получаются от этого инфаркты, и просто сердце там, оно нагружено, оно изнашивается гораздо быстрее, вот, и вы проживаете меньше лет, и статистика звучит таким образом, значит, если вы, так сказать, нормальный мужик, и вы едите мясо, вы едите мясо, как положено, нормальными количествами, у вас там то куриные ножки, там, то отбивные телячьи, там, то еще что-нибудь, котлеты постоянно, то ваш шанс преждевременно уйти из жизни от инфаркта приблизительно составляет 50%, но если вы мужчина, да, или молодой человек, то учтите, что у женщин инфаркт бывает гораздо реже, соответственно, в среднем для всех людей 50%, но если вы мужчина, то, допустим, у вас 60%, а у женщин 40%, и в среднем дает 50%, вы понимаете, то есть если вы мужчина, еще больше вероятность, то есть это первейшая причина смертности, очень мало кто умирает просто от старости, в основном люди или от болезни, или, ну, ишемическая болезнь, это тоже болезнь, понимаете, вот, ну, вот получается 50% или больше, да, что вы умрете преждевременно от инфаркта, если же вы отказались от употребления мяса и стали вегетарианцем, то ваш процент умереть от инфаркта, ваш шанс снижается до 15% приблизительно, то есть это один из семи человек уже только, не больше, чем каждый второй, да, а один из семи, по поводу, кстати, надо тоже упомянуть, по поводу вот такой массовой смертности от инфарктов, да, от остановки сердца, об этом знают все врачи и все страховщики, ну, еще какие-то другие специальности, это, это абсолютная рутина, это, ну, все знают, первейшая причина смертности на земле сердечно-сосудистая, так вот, если отказались от употребления мяса, но вы кушаете все остальные животные белки, вы употребляете молочную продукцию, там, творог, там, сыры, молоко и так далее, ну, яйца, разумеется, да, ну, и что там еще можно придумать, ну, молочка, яйца, что-то еще есть, вот, какой же животный белок, ну, ладно, неважно, то, ну, вот, 15%, да, если же вы вообще отказались от употребления животных белков в принципе и никакие животные белки ни в каком виде не употребляете, то по мировой статистике, да, выверенной и сверенной, в среднем ваш шанс уйти преждевременно из жизни от инфаркта составляет 4%, то есть один человек из 25, и таким образом, ну, вы можете уже это сбросить со счетов, то есть если вы хотя бы немножечко там за собой следите и не обжираетесь там сладким мучным в 75 лет, да, то очень вряд ли вы попадете в те 4%, да, то есть ваш шанс преждевременно умереть от остановки сердца, от инфаркта, он уже практически там близок к нулю, вы можете спокойненько себе жить дальше, быть здоровым, и понимаете, вот в плане холестерина и загаженности сосудов, как это все происходит от животных белков, ну, вернее, не от самих белков, да, а в животной пище просто есть же и холестерин, который по-правильному надо называть холестерол, да, потому что он спирт, но уже как бы на момент открытия, что он относится к группе спиртов, уже укоренилось название холестерин, поэтому называем холестерин как будто он жир, и вот холестерин вы получаете, да, сосуды забиваются, и в этом плане можно провести такой параллель, алкоголь и курение, они убивают ваш мозг, да, они уничтожают нервные клетки, и получается у вас там, ну получается пористая структура в мозгу, это никогда не восстановится, чем больше вы курите и пьете, тем ваш мозг разрушается, разрушается, и вы все меньше способны вообще с информацией работать, все хуже реагируете на окружающее пространство и так далее, на раздражители какие-то, а мясо, да, вот я сказал параллель провести, мясо убивает ваше тело, оно нарушает все процессы, оно является раковым возбудителем, оно забивает вам сосуды холестерином, и, ну как бы ваше тело, ну просто вот, все равно, что насос качал воду, а вы вместо воды потихонечку начинаете добавлять какой-то вязкой жидкости, пока это смолой не становится, насос уже, ну все, он не может смолу качать, она очень липкая и густая, и он просто вот так вот и становится, знаете, и все, и вы умираете, ну хорошо, хорошо, не будем каких-то на вас проецировать негативные образы, кто-то умирает, вот, но вы поняли принцип, таким образом, ребят, давайте еще раз повторюсь, я не смогу в этом видео рассказать вам все вредные эффекты мяса, но организм наш, ну никак практически не приспособлен его усваивать, то есть да, на пределе возможностей, ну вот знаете, как говорят, да, в молодом возрасте гвозди можно переваривать, в этом плане да, мы получается забрасываем в себя мясо и мы заставляем организм на пределах своих возможностей, там он уже и так, и так, и так пытается какие-то вещества, какие-то ферменты, экспериментирует с кислотностью, экспериментирует с количеством времени, да, на которое в желудке задерживается еда, организм что может делать, и вот так вот на пределе своих возможностей, мы кое-что как бы мы из мяса получаем, но это очень-очень трудно и организм наш убивает, и ребят, давайте вот строгую такую рекомендацию дам, если у кого-то из ваших родственников, не дай бог, да, обнаружится диагноз, что вот раковая опухоль, первейшее, что посоветуете этому человеку сразу же отказаться от любых животных белков вообще, в принципе, любые, то есть молоко, яйца, мясо, сыры, да, ничего, вот этого нельзя вообще, и сразу давайте ему книгу Колина Кэмп, было китайское исследование, пусть читает, мало, пусть еще академика Уголева читает теорию адекватного питания и трофология, мало еще Галину Шаталову ему давайте, здоровье человека, ну там есть еще источников куча, ну тут уже многое назвал, да, пусть вот так будет, вот так вот, ребятушки, почему я и сделал такое вступление, что, ну кто-то защищает свой образ жизни, ему хочется, чтобы я сказал, да, вы кушаете правильно, просто надо сок еще какой-то пить, но на самом деле, ну правда выглядит иначе, понимаете, и заходя на мой канал, вы подумаете, вы хотите поразвлекаться или вам нужна правда, я вот сейчас вообще, кстати, стал делать видео про здоровое питание, у меня резко стало падать, я нечаянно заметил, резко стало падать количество подписчиков, там человек по 100 в день, и, ну, я все равно, ну как бы я это заметил, но я буду делать эти видео, потому что я делаю для той маленькой категории, которые хотят знать правду, и которые хотят измениться, они здесь присутствуют, они меня благодарят периодически, но я не ради благодарностей, я ради себя, мне хочется жизнь сделать лучше, мир сделать более гармоничным, помочь людям обрести свободу, собственно, моя деятельность, то, чем я занимаюсь, я стараюсь помочь людям обрести свободу, и от того, что, ну, остальные люди не хотят это знать и отпишутся, это очень хорошо, потому что это качественно изменит мою аудиторию, то есть, люди, которые, ну, останутся люди, которым вот именно нужно это все знать, которые хотят, это будет очень круто, мы будем всегда общаться на одном языке, а в плане каких-то количественных показателей меня YouTube давно уже не интересует, потому что у меня есть более мощные и интересные дела, и это я вот оставил просто как видеоблог, ну, то есть, вы же видите, я не снимаю там видео для просмотра, я именно вот такие информативные снимаю. Таким образом, ребят, если вы хотите быть по-настоящему здоровыми, от мяса нужно отказываться по-любому, и вот я уже приводил, да, в пример того самого спортсмена, который сейчас живет, вот такенная рама с бицепсами, да, чемпион мира, там, по армрестлингу, да, и кушает одни салатики, овощи и фрукты, и пьет овощные и фруктовые соки, да, и съедает по, ну, по калориям настолько мало, что вам и не снилось вообще, вот, а он 105 килограмм весит. Потом, интересной такой неожиданностью для многих оказывается, что древнегреческий ученый Пифагор, он, оказывается, был не просто каким-то кабинетным старцем, ученым, он был вегетарианцем, большую часть своей сознательной жизни, я уж не знаю, как насчет всей жизни, и он был в прекрасной физической форме, и в 40 лет он побеждал на олимпийских играх, да, но они тогда не были всемирными, они тогда были местными, но он в кулачном бою, да, то есть в боксе, будем говорить, побеждал на олимпийских играх, где это видано, чтобы у молодежи в 40 лет в кулачном бою на таком чемпионате, да, победить, он был вегетарианцем, кого еще я хотел привести, очень хотелось привести в пример Владимира Турчинского, который относительно недавно ушел из жизни, это это был замечательный человек, который вызывал у меня восхищение с детства, спортсмен, тяжелоатлет Владимир Турчинский, да, бодибилдер, который, ну вот, я его помню, ну вообще узнал его по шоу Гладиаторов, которое где-то там, я не помню, где его снимали, и он там был, вот, Динамит, да, его на всю жизнь запомнили, что вот у него там было прозвище Динамит, да, все его любили, обожали, в кино, где он был, все всегда, эх, Динамит, Динамит, такое сложение, такое тело, такая рама, мышцы, все, и харизма, все классно, вот, 46 лет, инфаркт, мне невероятно жаль, я оскорблю по этому человеку, я считаю, что он был хорошим человеком, и я считаю, что 46 лет, это не возраст, он был нормальным, настоящим мужиком, я нигде не слышал, чтобы он был вегетарианцем, да, он кушал мясо, кушал как нормальные люди, вот, употреблял также много спортивных, специальных добавок, да, которые наш организм тоже приводит в ужас, все это давало результат, вы видели этот результат глазами, потом человек умер, и поэтому я людям и говорю, если у вас нет цели, специальной какой-то цели, какой-то причины, почему вам нужно жить очень долго, да, я людям говорю, живите тогда ярко, и я не навязываю свое знание никому, и не осуждаю, если ваш сознательный выбор, жить ярко, я с вами буду общаться, мы просто разные люди, вы просто ко мне агрессию не проявляйте, что я кушаю одну травку, овощи и фрукты, да, и все, вы хотите жить коротко, но ярко, а у меня есть занятие, зачем, ну вот, у меня есть занятие, у меня есть что делать в жизни, я хочу прожить больше ста лет, и вот, ну, возможно, я не проживу там больше ста, но я проживу гораздо дольше, в ясной памяти, в здравом сознании, вот так вот будет, поэтому, ребят, если вы стремитесь, именно к долгой жизни, к здоровью, к легкости в организме, то от мяса, и от любых других животных белков, нужно полностью отказываться, категорически, ни в каком виде, вот точно как алкоголь, ни капли, вообще, то есть алкоголь и табак убивают мозг, и у женщин яйцеклетки, да, ставят потомство под угрозу, ребенок мутантом может родиться, или больным очень сильно, с врожденной болезнью, а мясо убивает тело, вот так и запомните, алкоголь и курение убивают мозг, мясо убивает тело, когда вы от всего этого отказываетесь, то, ну, все спортсмены говорят, что там даже вот бадюк, да, бадюка, там, каратист в супертяжелом весе, он говорит, что да, меньше стал употреблять мясо, там, меньше, меньше, говорит, заметил, что удар ускоряется, что это уже не мах какой-то, а сразу, ну, сразу, то есть тренируешься, и мышцы больше возможностей получают, по скорости, по всему, в организме легкость, и другие говорят, что высыпаешься гораздо быстрее, ну, в общем, ребят, на этом буду заканчивать, теперь можем мы, наконец, переходить к желудку, вы уже услышали, посмотрели, послушали, свели вместе все предпосылки, да, что нужно знать о еде, которая попадает к нам внутрь, и теперь можно переходить к желудку, о чем и будет следующее видео, с вами был Торвальд, пока.